Добрый вечер! Сегодня по еврейскому календарю день, который в современной уже нашей еврейской истории стал днем памяти катастрофы. Йом Гашуа 27-го Ниссана по еврейскому календарю. После захода солнца в Израиле проходит церемония и дата эта была выбрана уже в современном государстве Израиль, хотя были в общем до 59-го года были разные решения этого вопроса, разные рассуждения. размышлений на тему о том, как и какую дату отмечать память ужасной трагедии, трагедии катастрофы. Мне немножко тяжело об этом говорить, скажу вам честно, потому что в общем-то события, которые произошли в те годы, по сути, до конца нами не поняты. И эта трагедия, эта рана еще очень свежа в нашем народе. И дата была выбрана день Йом Гашуа, день памяти катастрофы и героизма. Видимо, чтобы немножко указать дорогу к будущему, именно восстание в аршавском гетто. Дата начала восстания в аршавском гетто по еврейскому календарю стала днем памяти катастрофы. На самом деле мы знаем, что в общем-то в еврейской традиции каждый еврей, который погиб, неважно при каких обстоятельствах, если он погиб как еврей, считается героем. Считается святым человеком он осветил, как говорит это Рамбом, своей смертью имя Всевышнего. Парадоксальным образом, может быть не столь парадоксальным на самом деле, мы сталкиваемся с вами с трагедией в нашей недельной главе. Ничего случайного не бывает. Недельная глава Шмини рассказывает нам о трагедии, когда отец Аарон, Перевосвященник, хоронит своих сыновей. В день, который должен стать радостным днем, день, который должен стать днем возвращения Всевышнего к еврейскому народу после страшного греха Золотого Тельца, день освящения святилища, становится днем страшной трагедии. Когда два сына Перевосвященника, Надапа и Авилу, как написано в Торе, приносят из желания сделать что-то значительное в этот день, приблизиться к Всевышнему еще больше, приносят огонь, о котором Всевышний не повелел. И с неба сходит огонь, который пожирает их. И их смерть освещает собой происходящее. Когда Маше говорит Аарону, Маше говорит своему брату Аарону, отцу, который потерял своих детей, он говорит ему, и сказал Маше Аарону, вот о чем говорил Бог, приближающихся ко мне буду я свят, и перед всем народом прославлюсь. Говорит Раши, я думал, это будем мы с тобой, Аарон, это оказались твои дети. Реакция Аарона – молчание. Аарон не может в этот момент ничего сказать, он не может никак ответить на то, что происходит. Когда после произошедших страшных событий, катастрофа, мы потеряли 6 миллионов евреев, мы потеряли огромное количество мудрецов, великих учителей, праведников, мы потеряли все то поколение. Когда спрашивали у больших еврейских мудрецов, что произошло, самые честные из них не находили ответа. Когда спросили у Хазаныша, одного из величайших еврейских мудрецов поколения, он ответил словами из молитвы, «Ми их кор о мэк один», «Кто может постигнуть глубину божественного суда?» Есть вещи, которые выше нашего понимания. И, наверное, любая попытка ответить на вопрос о том, почему это произошло как-то просто, она на самом деле очень близка к кощунству, на мой взгляд. Молчание Аароны в этой ситуации – это, с одной стороны, наверное, признание того, что этим миром управляет Бог, и есть вещи, которые выше нашего понимания. Но это также и, наверное, признание того, что иногда слова, любые слова, они фальшь, они ложь, они не в состоянии на самом деле объяснить ничего. И все-таки еврейская история знает примеры многочисленных трагедий, я бы даже сказал, трагедии, из которых, наверное, другие народы бы не в состоянии просто были выйти. Мы можем вспомнить здесь разрушение первого храма, разрушение второго храма. Миллионы погибших сопровождали эти разрушения. Просто у нас с вами нету свидетелей тех дней, но мы знаем это из наших святых книг. Страшная трагедия восстания Барковбы, которая была подавлена римскими легионами, и миллионы евреев заплатили за это своей жизнью. Мы можем вспомнить крестовые походы, когда толпы крестоносцев по дороге на Святую Землю, встретившись с еврейскими местечками, топили их крови. Мы можем вспомнить погромы Хмельницкого. Наша историческая память вмещает огромное количество боли, огромное количество трагедии, которые, наверное, ни один другой народ был бы не в состоянии переварить. Но вот что интересно и важно, на мой взгляд. Мы все-таки не определяем себя через трагедию и через боль. Мы не определяем себя как народ жертвов. Мы не определяем себя как народ, который, помня об этих трагедиях, так и остается исключительно покрыши голову пеплом и помнящи о трагедии. Если бы это было так, мы были бы не в состоянии вернуться в Израиль и отстроить его. Мы были бы не в состоянии верить в то, что, несмотря на все эти многочисленные примеры, которые, казалось бы, доказывают нам, что в мире столько зла и несправедливости, где Бог? Где его справедливость? Где его любовь? Ведь мы же его избранный народ. Я уверен, что этими вопросами задавались не только те, кто погиб в годы последней катастрофы, но, наверное, и многие из тех евреев, которые были свидетелями всех тех трагедий, которые были с нами на протяжении эпох. И тем не менее, в этом, мне кажется, величайшая сила еврейской веры и мудрости. То, что определяет нас как народ, как ни странно, несмотря на все эти колоссальные трагедии, несмотря на огромное количество боли, которые с нами, и от которой нам будет очень трудно избавиться. Мы с вами помним катастрофы, которые произошли с нами. Мы с вами помним, мы обязаны помнить и не имеем права об этом забывать. Но мы с вами также понимаем, что это не то, что определяет нас как евреи. Именно это желание наших врагов уничтожить нас всегда порождало в евреях желание строить. Желание продолжать. Действительно, очень часто мы подобно Аарону, который теряет своих любимых детей, теряет своих сыновей, мы не можем ответить. У нас нет слов. И, наверное, подобно тому, как приходя в дом потерявшего родственника, потерявшего близкого человека, который сидит в шива, сидит в травме, мы не имеем права сказать ему шалом, мы не можем сказать ему мир. Потому что, как говорят мудрецы, это будет надсмешка над ним. Это может быть у тебя, в твоем мире сейчас все хорошо и благополучно, а у этого человека сейчас произошла трагедия, его мир разрушается перед ним, у него на его глазах. У него нету завтра. И поэтому мы приходим с молчанием. Мы приходим в дом, в котором шива, в котором травм, и мы садимся на эти низкие сидения и ждем, пока человек, у которого траур не начнет говорить первым. В этом обычае есть колоссальная мудрость. Понимание того, что горе легче пережить, когда есть те, кто тебя сопереживает. Понимание того, что мы, как община, вместе в состоянии преодолеть практически любые трагедии. и понимание того, что иногда нужно промолчать. Слова, они будут лишними, они будут обманом. С моей точки зрения, есть две основные ошибки, которые мы, как евреи, совершаем в отношении памяти катастрофы. Одна, и она больше свойственна евреям Израиля, состоит в том, что проводят очень простую параллель, очень простую такую идею о том, что был иудаизм Галута, он умер в огне катастрофы, и сейчас у нас есть Израиль, который отстроен, и школьников возят на эти марши мира. Наверное, прекрасная инициатива, но часто об этом пишут в израильских газетах, мы знаем об этом, происходят там не самые приятные вещи, когда в общем-то в месте трагедии школьники, не совсем осознавая, не совсем понимая, где они оказались, продолжают просто вести себя, как будто они на отдыхе. Я не хочу вдаваться в детали, вы понимаете, о чем я говорю. И это, наверное, происходит потому, что во многом система израильского образования, и это, кстати, одна из идей, на мой взгляд, не совсем правильных, что память катастрофы в Израиле была ассоциирована исключительно с восстанием в Варшавском гетто. Мы знаем, что особенно в среде ранних сионистов сейчас это начинает меняться, но тогда господствовала точка зрения о том, что подлинные герои были лишь те, кто сражался с оружием в руках. И они действительно пример. Поэтому восстание в Варшавском гетто это та самая память, с которой государственный Израиль, с которой его лидеры могли как-то себя ассоциировать и отождествлять. А как же миллионы погибших, которые просто были расстреляны, уничтожены, как скот, которых загнали, и которые не смогли оказать физического сопротивления по целому ряду причин. Многие из них оказали духовное сопротивление. Мы знаем о хасидах, которые танцевали перед тем, как войти в газовые камеры. Мы знаем много примеров разного сопротивления немцев к нацизму. Идея о том, что еврейский народ можно убить и похоронить. Мы сейчас затрагиваем очень болезненные и сложные темы, но если мы не будем их с вами затрагивать, наверное смысл вот этого дня будет во многом потерян. И вот сейчас в современном Израиле наконец-то рождается более полное понимание того, что и эти люди тоже герои. Не только те, кто сражался с оружием в руках, участники восстания варшавского гетто, но и миллионы других, которые погибли, как евреи, самой своей смертью просто осветили имя Всевышнего, как говорит нам наша традиция. А с другой стороны, и эта проблема более свойственна американским, светским евреям, очень много говорится о катастрофе, очень много говорится о памяти катастрофы, и эта точка становится некой главной составляющей еврейства. еврейства. это стало настолько распространенной идеей, что во многом, как мне кажется, привело к искажению понимания того, что такое вообще наша еврейская идентичность, кто мы такие. Если наша идентичность, наше понимание того, что то, что нас делает евреями, что мы жертвы, пережившие катастрофу, в общем-то, это очень нездоровая история. И, кстати говоря, вот этот подход в том числе отразился у некоторых американских политиков, можем вспомнить речь Обамы, который говорил напрямую связывая, так сказать, этическую и моральную обоснование создания Израиля с трагедией катастрофы. Но мы с вами понимаем, что наше право на святую землю закоплено здесь, в этой книге, и еврейская история при всей трагичности катастрофы, она имеет очень много страниц. И наша связь с Израилем не обосновывается исключительно трагедией катастрофы. Это может быть так в глазах тех членов ООН, которые испытывают чувство вины, в особенности европейские страны, проголосовали тогда в 1947 году за создание Израиля. Но это безусловно не так для нас, для евреев. Мы никогда не теряли свою связь с Израилем. Поэтому катастрофа не может рассматриваться как что-то что-то оторванное от общей нашей истории. Это очень болезненная страница, это глубокая рана, которая еще не зажила. Но это одна из страниц книги, которая повествует о великой истории великого народа. Ее нельзя вырывать из книги, но нельзя превращать ее в начало и конец. И вот эта ошибка свойственна очень многим в особенности американским светским проектам, которые по сути строят понимание еврейской идентификации, основываясь на катастрофе. А это вещь крайне нездоровая. Потому что ощущая себя исключительно жертвой, мы никогда не сможем почувствовать подлинной радости еврейства. Мы никогда не сможем испытать понимание того, что еврейство это что-то, чем мы можем гордиться. Это что-то, что мы в состоянии перенести и передать с радостью своим детям, своим ученикам, будущим поколениям. Поэтому мне кажется сегодня в особенности вот этот день Йомашуа. день который требует от нас очень серьезного переосмысления вообще того места которое изучение катастрофы занимает еврейской истории, занимает наших программах. И какие уроки по-настоящему мы можем из нее извлечь? Уроки, которые будут конструктивными, уроки, которые будут вести нас вперед, а не уничтожать нас. И сегодня я попытаюсь представить свое понимание этого в контексте в том числе недельной главы. Мы уже немного коснулись этой трагедии которая произошла в недельной главе. Совпадения не бывают случайными, особенно в еврейском календаре, мы с вами это прекрасно понимаем. И тот факт, что именно сейчас Йомашуа мы с вами открываем недельную главу Шмени, где читаем о трагедии, которая произошла в момент, казалось бы, когда должен быть пик радости, пик единения еврейского народа и Всевышнего. И тут еще один интересный момент, который опять же нас связывает с нашим календарем. Сейчас у нас дни между Песохом и Шевотом, это дни которые изначально должны были быть днями радости, дни восхождения еврейского народа по пути от одного праздника, праздника свободы, праздника Песоха, выхода из Египта, к другому празднику, празднику обретения, если хотите, понимания того, что такое еврейский иудаизм, это, конечно, гора Сина, это, конечно, Шевот, праздник дарования торок, но мы знаем, что уже в более позднюю эпоху эти дни стали днями полутраурными, дни счета омара, и поэтому у нас есть целый ряд обычаев и традиций, мы не стрижем наши бороды, мы не празднуем свадьбы и так далее, связанные с тем, что, как говорит нам Талмуд, 24 тысячи учеников было у ради Акивы, это как раз годы восстания Барковбы, и все они погибли каким-то непостижимым образом, погибли в очень короткий отрезок времени, именно в эти дни, Талмуд явно что-то от нас скрывает, есть много догадок на эту тему, есть вполне весомая теория, которая предполагает, что это некая внутренняя цензура мудрецов, которые не считали возможным напоминать о восстании Барковбы, мы знаем, что Равиакива был человеком, который посчитал вот этого еврейского героя Барковбу, собственно, настоящее его имя было Баркозба, он его назвал Барковба, сыном звезды, посчитал его кандидатом в Машехи, Мессии, поверил в него по-настоящему, Раван говорит нам о том, что ученики Равиакива были оруженосцами Барковбы, то есть мы можем предположить, что произошла целая серия битв, в которых войска Барковбы потерпели тяжелые поражения от римлян, и мудрецы своей великой мудрости посчитали, что намного важнее для нас, для нашей национальной памяти не внешнее обстоятельство трагедии, которая была, а внутреннее понимание того, как эту трагедию можно исправить. И поэтому они сознательно отошли от описания каких-то исторических сторон того, что произошло. они даже не сообщают нам, как эти ученики умерли, они говорят нам, что это был какой-то мор. Хотя мы находим в респонсах гаонов слово шмада, а шмада по-арамейски это как шмад на иврите, это уничтожение, то есть вполне возможно что уже в эпоху гаонов нам приоткрывают немножко дверь понимания того, что это не просто был какой-то мор, а это была трагедия, в которой евреи были убиты, уничтожены римлянами. Во всяком случае мудрецы Талмуда доносят до нас что-то, что им кажется намного более важным для еврейского будущего. Вместо того, чтобы фокусироваться на том, как погибли ученики радиакивы и кто их убил и кто в этом виноват, они задают совсем другой вопрос. Вопрос внутренний, вопрос, который поможет нам исправить то, что произошло. И они нам говорят причину произошедшего. Причина внутренняя. лона лона агу кавод зе ба зе не проявляли уважения друг другу. Как говорят, у мудрецы более поздних поколений каждый учил свою тору, каждый считал себя достаточно значительной величиной. Если мы посмотрим с вами на сегодняшний еврейский мир, фрагментарность, я думаю, с вами увидим, что по большому счету мало что изменилось. Каждый продолжает учить свою тору, каждый продолжает считать себя гением и как говорят нам мудрецы поколения, в котором храм не был отстроен, он как будто бы заново разрушен. Получается в каком-то смысле трагедия продолжается. И на нашей памяти этих трагедий еврейской истории было уже очень много. Последнее просто еще слишком свежее и 6 миллионов погибших это какая-то немыслимая цифра, треть мирового еврейства. И нам будет очень трудно переварить эту историю. Мудрецы, рассуждавшие, размышлявшие о причинах гибели храма и гибели возможно миллиона может быть и больше евреев которые погибли тогда не дают нам очень долго ответа о причинах произошедшего. И вот этот знаменитый ответ мудрецов о напрасной ненависти обратите внимание он присутствует в Талмуде и время этого ответа может быть 200 с лишним лет спустя после произошедших событий. лицом к лицу лица не увидать большое видится на расстоянии как сказал поэт. Мы с вами понимаем иногда для осмысления того что произошло для осмысления трагедии требуется очень много времени вполне возможно мы слишком близко находимся исторически к событиям дней катастрофы чтобы по-настоящему осмыслить и понять что же там произошло у мудрецов в эпохе Талмуда ушло порядка 200 лет на то чтобы сформулировать этот ответ они сказали напрасная ненависть и опять же можно было свалить на римлян которые физически конечно уничтожили евреев и разрушили храм но такого рода ответ ничего бы нам не дал еврейское понимание истории это прежде всего попытка увидеть происходящий диалог с Богом который мы всегда продолжаем вести иногда бывают ситуации когда как вот здесь в нашей недельной главе когда мы не в состоянии ничего ответить мы получаем от Бога ответ в виде огня который сходит с неба и он должен быть огнем любви и милосердия он становится огнем который поглощает твоих детей и Арон видит как его дети будущее поколение священников которые должны были служить в храме как они поглощены этим огнем и что он может в этот момент сказать он может только промолчать но в этом молчании есть колоссальное мужество и колоссальная вера он не бросает Богу обвинений он даже не в состоянии заплакать мы не знаем что в этот момент происходит Богу душе Тора нам об этом не сообщает не рассказывает но мы понимаем что иногда лучшая слава Всевышнему это молчание лиха думия тейла тот факт что несмотря на миллионы таких трагедий в нашей истории мы не потеряли связь со Всевышним это лучшее доказательство вечности этой связи и хотя в годы катастрофы было немало тех кто потеряли веру и мы не имеем ни малейшего права их обвинять они прошли через ад здесь на земле были как ни странно и те кого катастрофа в том числе не только в еврейском народе но и за его пределами побудило задуматься о том что происходит в мире мы знаем что даже современное христианство с его христианским антисемитизмом во многом изменилось мы можем вспомнить процессы которые произошли в католической церкви уже после Второй мировой войны и это конечно во многом под влиянием этой страшной трагедии и хотя будет очень большим упрощением сказать что без катастрофы не было бы государства Израиль это будет колоссальным упрощением мы понимаем что то самое голосование в 47 году конечно которое привело к созданию Израиля конечно во многом чувство вины европейских народов за то что произошло в годы войны сыграло колоссальный урок у меня возникает ощущение того что вот эта жертва которая была принесена эти 6 миллионов это во многом как вот эти дети Аарона в нашей недельной главе когда огонь который сходит с неба огонь Всевышнего который их пожирает мудрецы задают вопрос в чем причина почему что не так сделали сыновья Аароны они дают массу ответов есть десяток разных ответов на этот вопрос когда у нас есть очень много разных ответов обычно обычно это говорит о том что у нас нету точного понимания каждый видит какой-то маленький фрагмент картины вполне возможно мы просто задаем неправильный вопрос вопрос о том почему погибло 6 миллионов евреев возможно не имеет ответа это та жертва которую мы понесли и мы не имеем права этого забывать вопрос какие уроки мы можем для себя выучить и вот здесь мне хотелось обратиться к некоторым современным исследователям катастрофы которые приводят целый ряд интересных на мой взгляд современных примеров реакции на то что произошло тогда есть такой известный израильский историк Ярушауми который говорит что в иврите в языке иврит нету слова история история это греческое слово как иногда в шутку я говорю по-английски история history это his story это его история то есть не моя а чья-то это такое абстрактное понимание того что были какие-то события которые происходили и вот есть описание того как это происходило и мы смотрим на это глазами исследователя немножко отрешенно немножко абстрактно перед нами проходят какие-то цифры ведь 6 миллионов погибших это тоже цифра для кого-то это очень много а для китайцев может быть совсем не так много их больше миллиарда можно посмотреть прочитать статью закрыть книгу и забыть об этом у нас есть немножко другое понимание отношения к прошлому и слово которое использует Тор это слово захор помни мы говорим о памяти память это что-то что находится в нас наша с вами историческая память часть нас как сказал бы наверное Кал Юнг это часть нашего коллективного бессознательного это осталось чем-то очень значительным в каждом из нас и вот это мы не имеем права терять вы наверняка знаете о том что в музее катастрофы в Иерусалиме Яд Вашем есть зал детей и он сделан очень интересным образом входя туда ты слышишь имена и имена эти постоянно звучат и мне кажется здесь великий урок это не просто цифры это не просто статистика это люди каждый из этих людей для нас в наших глазах это бесконечность иудаизм еврейская традиция говорит нам о том что каждый из людей создан по образу подобию Творца это 6 миллионов миров которые были уничтожены и каждый каждый из этих людей это целый мир и вот это наверное то чего мы не имеем права забывать мы потеряли намного больше чем 6 миллионов у каждого из этих людей могла быть семья дети это часть нашей памяти мы не имеем права забывать об этом несмотря на большое количество трагедий которые происходили в нашей истории до катастрофы все-таки было что-то уникальное в той роли которую сыграл Гитлер и Германия и вот это еще один момент мы знаем что Гитлер написав свою книгу Майн Камп еще до прихода к власти очень четко озвучил программу в которой по сути будущая мировая война будет войной против мирового еврейства и все те кто думают что окончательное решение которое было принято формально в Ванзее на Ванзейской конференции в 42 году это какой-то уже более поздний замысел достаточно просто посмотреть открыть Майн Камп прочитать что он там пишет и станет понятно что Гитлер практически был поглощен этой идеей войны с мировым еврейством ситуация при которой государство оказывается агентом программы геноцида и государство нацелено на реализацию программы геноцида это наверное довольно таки уникальная ситуация в истории хотя мы можем вспомнить открывая страницы книг Танаха мы можем вспомнить историю Пурима где была похожая история не случайно наши мудрецы говорят нам что Амалек это как раз и есть народ который будет на протяжении истории такой антитезы еврейства и не случайно многие мудрецы уже современной эпохи говорят нам о том что Гитлер это такой пример современного Амалека сегодня очень популярный лозунг никогда больше что стоит на самом деле за этим лозунгом есть ли у нас какие-то гарантии что это не повторится кто сегодня может гарантировать нам что даже здесь в этой стране в Америке где сегодня евреи испытывают казалось бы равные права и огромное количество привилегий кто гарантирует нам что здесь не произойдет того что произошло в Германии мы можем вспомнить что немецкие евреи тоже считали Берлин своим Иерусалимом и многие если бы им сказали еще перед приходом Гитлера к власти что спустя меньше чем 10 лет будут здесь приняты в этой замечательной стране Германии Нюрнбергские законы и вас профессоров университетов заставят чистить ботинки немцев и будут плевать на вас а потом постепенно постепенно этот конвейер уничтожения будет запущен сначала немецкий народ приучит к мысли о том что евреи это вообще говоря не народ а это паразиты это вирус собственно об этом и пишет Гитлер в своей книге Майнкам он даже говорит что это за вирус это вирус который несет в мир мораль моральные этические ценности которые с его точки зрения адепта теории социального дарвинизма это зло потому что это потакает тупиковая идея о том что слабые каким-то образом им нужно помогать спасать слабые должны быть уничтожены это путь эволюции единственное кто будет противостоять этому это евреи поэтому евреи должны уйти евреи должны быть уничтожены евреи также с изначением всех возможных злых и негативных качеств постепенно немецкий народ этому научит и вот здесь еще один сюрприз понятно что без молчаливого согласия большинства немцев не было бы катастрофы но я вам скажу больше без молчаливого согласия большинства людей в оккупированных странах не было бы катастрофы что это говорит нам о природе людей и я не хочу сказать что люди в своей природе жестоки злы беспощадны я думаю это будет неправильно ведь катастрофа вскрыла и колоссальные пласты милосердия гуманизма колоссальные пласты совершенно непонятно откуда взявшегося простых людей героизма мы можем вспомнить пример в Дании когда датские моряки рискуя жизнью вывозили евреи а другие датские служащие сжигали архивы в которых была информация о том где живут эти евреи и в итоге датские евреи были спасены полностью мы можем вспомнить Болгарию где страна союзница Германии где поднялась буча в парламенте и где в итоге митрополит пришел к зданию синагоги в Пловдев когда евреи должны были депортировать и сказал я пойду вместе с ними у нас есть колоссальные примеры человеческого героизма когда рискуя своей жизнью простые люди поляки литовцы какие-нибудь спасали евреи в то время как их соседи стучали доносили вот здесь нам открывается бездна того что такой человек с одной стороны как говорят нам мудрецы Адам человек от слова Адаме я буду подобен Богу а с другой Адам от слова Адам всего лишь кровь и плоть и крайности эти человеческие раскрываются именно в такой момент трагедии когда нужно выбирать сторону поэтому конечно не было плохих и хороших народов не было я бы даже сказал негодяев народов или праведников народов в каждом из народов были те и другие как мы с вами прекрасно знаем но вот что поражает это следующий момент на который я думаю мы должны с вами обратить внимание поражает безразличие огромного количества людей которые наверное не были негодяями не были плохими людьми они просто проходили мимо в каком-нибудь 34-м году когда евреев начинали притеснять Германии и когда эта машина еще не была полностью запущена и постепенно проходя мимо они привыкали к мысли о том что это нормально и вот именно это нормализация геноцида наверное привела к тому что он стал возможным поэтому очень часто говорят что именно безразличие это самый главный враг в этой ситуации безразличие огромного количества людей причем я рискну предположить что это безразличие совершенно необязательно связано с тем что человек в природе своей плох был известный социальный эксперимент здесь в Нью-Йорке когда на глазах буквально на глазах у большого количества людей была убита женщина я не помню имени этого человека это известный социальный рассматриваем рассматриваемся социологами психологами случай который приводится как своего рода социальный эксперимент конечно не запланированный эксперимент это просто реально произошедшая трагедия когда человека добили вернулись и добили ножом и около 30 свидетелей присутствовало люди которые слышали крики из домов включали свет и парадоксальным образом никто не вызвал полицию и когда у людей стали спрашивать почему они сказали ну ведь были другие люди я был уверен что наверняка кто-то уже это сделал то есть совершенно не обязательно для торжества зла чтобы его активно поддерживать конечно находятся негодяи которые с приходом немцев в оккупированные там страны вступают в какие-нибудь зондеркоманды или какие-нибудь еще инзацгруппы там или еще куда-нибудь и активно участвуют в уничтожении евреев но таких действительно наверное было не так много а вот это безразличие человеческое это наверное то что действительно и делает возможным торжество зла в мире поэтому наверное один из самых больших уроков которые мы можем извлечь из того что произошло не быть безразличным здесь мне конечно хочется вспомнить знаменитую конференцию 38-го года в Ивариане когда решалась во многом судьба беженцев еврейских беженцев прежде всего и практически все показали на тот момент Гитлеру именно Гитлеру что еврейские беженцы никого не интересуют это не было показано на уровне каких-то отдельно взятых индивидов это было показано на уровне мировой политики на уровне стран насколько изменился мир сегодня насколько мы стали лучше как люди как цивилизация как страны я не уверен честно вам сказать я сомневаюсь хотя конечно катастрофа произвела глубокое впечатление на европейские народы я уже говорил о том что христианство в своем отношении к иудаизму к Израилю очень сильно изменилось тем не менее честно вам скажу разговор о том что никогда больше для меня звучит немножко как пустой лозунг если за этими словами ничего не стоит кроме собственно лозунга то в чем его смысл и тут я хочу снова вернуться к нашей недельной главе и снова вернуться к событиям нашей далекой истории потому что опыт трагедии у нас колоссальный Аарон теряет своих детей которые пожирает огонь всевышнего Равиакива теряет 24 тысячи своих духовных детей своих учеников я думал я думаю это была колоссальная трагедия это была трагедия целого поколения и мы не забыли ни ту ни другую трагедию мы продолжаем изучать это мы продолжаем об этом думать но обратите внимание в каком ключе мы не рвем мы не рвем на себе волосы и плачем потому что сейчас это никак не поможет ни сыновьям Аарона ни 24 тысячам погибших ученикам рабе Акивы ни тем миллионам которые погибли за все те холопосты которые мы с вами как еврейский народ пережили а что мы делаем тогда мы стараемся выучить какие-то уроки которые помогут нам сегодня обрести понимание того как трагедия на самом деле делает нас сильнее как этот колоссальный и очень тяжелый опыт является для нас сегодня призывом к действию когда мы сегодня слышим о том что Ахмадини Джаат или кто-то еще где-то говорит о том что евреев надо уничтожить если бы не Гитлер мы наверное сегодня бы отмахнулись бы от него и сказали это еще какой-то сумасшедший но сегодня мы уже не можем просто так отмахнуться мы понимаем что нужно что-то с этим делать что лично я могу сделать с тем что Ахмадини Джаат где-то там в Иране или какие-нибудь еще сумасшедшие лидеры где-то в какой-то другой стране призывают к уничтожению евреев что лично я здесь в Америке могу сделать может быть задуматься о том что моя традиция моя культура моя цивилизация это что-то очень важное что нужно хранить может быть подумать о том как сделать наш иудаизм сегодня более живым более осмысленным если у нас есть возможность применять участие в каких-то мероприятиях в том числе и политических которые помогут остановить антисемитизм конечно это тоже но я на это смотрю прежде всего с духовной точки зрения а если мы смотрим на это с духовной точки зрения мы понимаем в еврейской истории антисемитизм появляется практически всегда когда евреи немного забывают о связи с творцом это такое своего рода напоминание нам и это никакой образом не объясняет холокост мы не имеем права давать какие-то простые объяснения или ответы из серии награды наказания все те кто пытался это сделать они выставили себя вы простите меня полными идиотами и по-настоящему большие раввины никогда не давали ответ на то почему произошла катастрофа из серии что за какие-то там грехи так могут говорить только очень недалекие люди еще один момент и здесь мне кажется наш мир стал действительно лучше все таки то что состоялся нюрнбергский процесс и мы знаем что на нюрнбергском процессе и вот здесь поразительная конечно параллель должно быть казнено 11 нацистских преступников один из них в итоге как мы знаем покончил жизнь самоубийством и было 10 и прямая параллель с историей Пурима когда 10 казненных сыновей Амана и что вы думаете за идеальный шахфот один из этих мерзавцев сказал Пурим 46 года история в каком-то смысле повторяется тот факт что состоялся нюрнбергский процесс показал что зло может быть наказано здесь в этом мире и объединенная воля народов мира в состоянии привести к тому что преступники мерзавцы в итоге понесут наказание уже здесь не дожидаясь не дожидаясь того суда который ждет их в лучшем из миров ну и конечно еще один из важнейших уроков для нас вы знаете парадоксальным образом многие из тех кто никогда не назовут себя антисемитами появляют то что они назовут антисемитские идеи и в этих своих антисемитских подходах к государству Израиля и всем что связано с государством Израиля они по сути ведут себя как антисемиты парадокс конечно состоит в том что как сказал в свое время Минахенбеген никто не любит сильных евреев евреев можно жалеть когда они слабые и можно принять участие в каких-нибудь очередных церемониях памяти жертв холокоста а потом вот этих же евреев только сильных обвинять во всех грехах которые происходят вокруг мы не можем позволить себе роскоши быть жертвой и чтобы этого не происходило в дальнейшем мы должны быть сильны физически и духовно физически сегодня во многом государство Израиль самим фактом своего существования как довольно уже устойчивое образование если до 67 года Израиль был страной которая во многом висела на волоске то уже последние несколько десятилетий Израиль становится едва ли не региональной державой в полном смысле этого слова и конечно тот престиж и то значение которое Израиль имеет в мире напрямую связан с престижем и значением еврейского народа это все взаимосвязано здесь вещи абсолютно взаимосвязаны когда видят израильских офицеров в израильской военной форме которые помогают жертвам землетрясений в Непале или когда видят как Израиль принимает участие в операциях по спасению где-нибудь в Гондурасе или по всему миру это происходит это прямая демонстрация того что у нас в нашей традиции называется Кедуш Ашем и Святителем Всевышнего эти люди очень многие из них даже не религиозные исполняют огромное количество митцвот огромное количество заповедей они делают и сегодня мы с вами живем в мире где снова стало популярно быть евреем посмотреть что в России происходит евреи снова в тренде евреям сегодня быть снова популярно модно но давайте не будем обольщаться это не такая минута славы это еще одно испытание да сегодня мы намного сильнее чем в годы Холокоста это правда у нас есть своя страна которая благословенно Всевышним которая успешна и физически и духовно мы желаем ей долгих лет процветания у нас довольно мощная диаспора сегодня если мы вспомним как еще в советские годы нужно было прятаться от кгбистов и нельзя было открыть книгу на иврите сегодня вы можете приехать в Москву Петербург другие города и открыто изучать иудаизм ходить в кошерные рестораны это все замечательно здесь в этой стране в Америке God bless America огромное количество еврейских организаций куча возможностей это прекрасно это замечательно но это не причина для того чтобы заснуть и расслабить катастрофа произошла не так давно еще живы люди которые хорошо помнят что происходило эта рана еще очень долго не заживет и мы с вами обращаем вопрос к окружающему миру но и к самим себе что мы можем сделать что мы можем изменить в этом мире чтобы действительно по-настоящему слова никогда больше не были пустым лозунгом и понятно что простого ответа мы здесь с вами не найдем но каждый из нас может найти свое место когда нас пытаются уничтожить и разрушать мы строим что делают сегодня в Израиле когда разрушают какие-нибудь или уничтожают вы знаете убивают террористы какую-нибудь еврейскую семью строят новое поселение это в лучших традициях колуцианство это в лучших традициях на самом-то деле еврейство мы помним что происходило в Египте чем больше египтяне давили на нас тем больше нас народ продолжал усиливаться и это вся наша история чем больше давления на нас пытаются оказать тем сильнее на самом-то деле мы оказываемся в этом великая тайна великий секрет еврейства потому что наша связь с Творцом она нерушима ее невозможно просто так взять и уничтожить иногда для того чтобы нам напомнить об этом приходят Гитлеры и всякие другие амалеки не дай бог чтобы они еще раз пришли и не дай бог чтобы нам еще раз потребовалось такое напоминание как вовремя сказали очень мудрые люди отношение к евреям это латмусовая бумажка общества посмотрите на то как в той или иной стране относятся к евреям и вы узнаете очень много о том где эта страна находится в морально-этическом плане на государственном на официальном уровне и что думают отдельно взятые люди посмотрите что им рассказывают на уроках истории об Израиле о катастрофе и вы узнаете очень много интересного и важного для себя так уж сложилось что мы с вами оказались латмусовой бумажкой совести человечества это роль которая на самом деле нам выпала конечно не случайно ведь написано в наших пророках что мы свидетели Всевышнего это роль свидетелей Всевышнего очень непроста это во многом бремя но это очень почетно избрание еврейского народа это бремя но это очень почетное бремя это колоссальная возможность и мне хотелось закончить эту лекцию мысли о том что за разрушением всегда приходит возможность построить потеряв 6 миллионов потеряв поколение еврейских мудрецов потеряв так много мы с вами начали строить практически сразу и здесь в Америке начали отстраивать еврейскую жизнь и посмотрите сколько всего уже сделано и конечно же в Израиле и в этом великая мудрость еврейской традиции мы не зацикливаемся на трагедии и не делаем из нее нашей идентичности в этом была бы колоссальная ошибка мы бы застряли в трагедии это происходит с некоторыми народами если вы посмотрите как определяют сегодня себя палестинцы их основной так сказать день это надба это день который называют трагедией день образования государства Израиля я думаю это основная причина по которой они так и не могут расстаться с прошлым и не в состоянии принять того что мир меняется и может быть нужно уже сегодня что-то делать другое в еврейской традиции есть колоссальная мудрость понимание того что каждый новый день это новая возможность диалога с творцом иногда мы не всегда понимаем что он нам говорит есть вещи которые наверное за грани человеческого понимания отец не может принять смерть своих детей как Аарон мог только промолчать когда он увидел этот огонь спустившийся с неба поглотивший его детей есть вещи которые мы не можем понять и тем не менее мы продолжаем строить и жить мы продолжаем любить мы продолжаем эту великую миссию которая нам выпала и наверное в особенности после страшной трагедии Холокоста сегодня мы с вами понимаем что каждая новая выученная страница еврейских текстов каждый новый урок Торы каждое новое доброе дело которое мы делаем для еврейской общины и даже для мира помня о том что мы с вами продолжатели Авраама Ицхака Якова сегодня это в особенности наполнено смыслом мне хочется всем нам пожелать замечательного года у нас был непростой 2020 год ушло много великих людей корона унесла много замечательных людей в том числе в еврейском мире еще одна трагедия в долгой цепочке очень непростых событий которые происходят в нашей истории в мировой истории в нашей еврейской истории и тем не менее мы с вами продолжаем жить иудаизм это религия которая празднует жизнь которая говорит нам о том что каждый день нашей жизни ценен давайте ценить то что у нас с вами есть давайте помнить о том что еврей происходит от слова иудея это тот кто благодарит Всевышнего за каждый новый день который нам дам давайте помнить о тех благословениях которые нас с вами окружают сегодня ценить их и продолжать нашу великую традицию Ам Исраэль Хай Спасибо, друзья